Здравствуйте! На восьмом канале вы смотрите оперативную съемку аварии, криминал и различные происшествия. Сводка самых впечатляющих эпизодов, которые попали в объектив камеры на прошлой неделе. Расскажу и покажу я, Евгения Клепикова. А во Владивостоке водитель джипа насмерть сбил женщину. Это все последствия снегопада. Мужчина пытался остановить машину перед столкновением, но его потащило юзом. Также в городе появился еще один экзбецианист. Мужчина полностью разделся возле стадиона «Динамо». Угомонить его не смогли даже полицейские. И в Дальней Реченске полицейские накрыли целую банду черных лесорубов, которые нарубили ущерба на 11 миллионов рублей. Об этом и не только. Далее в дайджесте. 24 февраля. Во Владивостоке водитель джипа насмерть задавил женщину. Водитель Митсубиши Паджеро двигался по склону вдоль домов улицы Карла Липкнехта. Дорога в этот момент уже была занесена снегом. В свете фар автомобилист заметил женщину в светлой одежде, которая сидела на дороге перед ним. Мужчина попытался остановить внедорожник, но тот потащила юзом. Через мгновение женщина уже оказалась под колесами внедорожника. Это увидели местные жители, которые бросились вытаскивать пострадавшую из-под колес джипа. Но через мгновение сверху мелькнули фары Хонда Серви. Затем произошел удар в задний бампер Паджеро. По инерции внедорожник бросила вперед, и он снова своим весом наехал на пострадавшую. На помощь вызвали городских спасателей. Для того, чтобы извлечь человека, пришлось поднимать автомобиль специнструментами. Врачи уже не могли помочь. Женщина скончалась еще до прибытия спасателей. 25 февраля. Возле стадиона «Динамо» горожане стали свидетелями неадекватного поведения неизвестного мужчины, который, несмотря на окружающих, решил раздеться в самом центре города. Человек, попавший в объектив камеры мобильного телефона, не стесняясь, скинул вещи в кучу возле магазина «Домовид». Свидетели происшествия вызвали полицию, но прибывшим стражам порядка не удалось утихомирить весельчака. Уговоры сотрудников органов внутренних дел о прекращении дебоша и просьбу одеться мужчина попросту игнорировал. После этого повышенное внимание к своей персоне смельчак явно оценил, и с еще большим энтузиазмом продолжал самопрезентацию на гишом. Предположив, что мужчина может находиться под воздействием наркотиков, полицейские вызвали на помощь медиков. Именно им предстоит определить, что послужило причиной вызывающего поведения человека. 26 февраля в ходе рейда в лесничестве Дальнереченского района полицейские обнаружили выделы незаконно вырубленных деревьев породы ясень, ильм, ель, осина, орех и кедр. Ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации, превысил 11 миллионов рублей. Задержаны 8 жителей Дальнереченского района. Следователем установлен организатор нелегальных заготовок «Уроженец Таджикистана». Проведены обыски по местам жительства подозреваемых. Изъяты тракторы, бензопилы, карабин, охотничье ружье, патроны. Денежные средства в сумме 750 тысяч рублей. 2600 долларов США. Автомобиль, чековые книжки, ювелирные изделия. Уголовное дело завели. 27 февраля возле дома по улице Калинина 29 в Владивостоке автомобиль потерял управление на заледеневшем спуске между домами и сбил упавшего пешехода. В результате происшествия 66-летний мужчина получил многочисленные ушибы и переломы. Прибывшие медики госпитализировали его в одну из больниц города. По предварительной информации, его состояние оценивается как неопасное для жизни и здоровья. 28 февраля сотрудники Уссурийского отдела наркоконтроля пресекли деятельность организованной преступной группы из шести лиц, совершивших 14 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных со сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом на территории Уссурийского и Артемовского городских округов. В ходе обысков, кроме наркотиков в крупном размере, обнаружены и изъяты банковские карты, а также два дорогостоящих автомобиля, предположительно приобретенные на денежные средства, полученные от наркобизнеса. Стоит отметить, что члены ОПГ в возрасте от 20 до 28 лет уже имели криминальный опыт и ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение разбоев и грабежей. В настоящее время в отношении участников данной организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Долги будут взыскивать через суды, а собирать их с неплательщиков должны судебные приставы. У которых в нашем крае теперь новый руководитель. Алексей Кузнецов вступил в должность и собрал журналистов на пресс-конференцию. С должниками теперь будут бороться по-новому. И это главная тема программы. Пресс-конференция в Федеральной службе судебных приставов началась с представления нового главного судебного пристава Приморья. Сергей Анатольевич Перезва уходит на пенсию. Теперь его должность пока с приставкой ИО будет занимать Алексей Петрович Кузнецов. Всю свою трудовую деятельность с 99-го года продолжаю во Федеральной службе судебных приставов. Прошел все ступени, начиная от судебного пристава исполнителя, старшего судебного пристава, начальника отдела аппарата. Работал недолго, а непродолжительно в течение четырех месяцев в Центральном аппарате ФССП России, в должности заместителя, руководителя управления. Новая должность и сразу отчет. Алексей Кузнецов кратко подвел итоги работы Приморских приставов в 2014 году. 803 204 исполнительных производства окончили. Общая денежная сумма, которую перечислили взыскателям, тоже впечатлила. 5 миллиардов 881 миллион рублей. Проблемы одни и те же. Это фактическое исполнение требований исполнительных документов. Поскольку у нас в стране главное это неотвратимость наказания, наложенного судом, и только фактически исполненное судебное решение может оказать действенное влияние на то, чтобы было доверие граждан к исполнительной власти, к судебной власти, чтобы не было, как в лихие 90-е, обращения к так называемым преступным группировкам, к рэкетам. До сих пор самая эффективная мера вынудить неплательщика выплатить долг – это запретить выезжать за границу. 23 662 должника таким образом лишились отпуска в 2014 году. Но арест имущества, административную и даже уголовную ответственность никто не отменял. К слову, розыску должников сейчас стали уделять особое внимание. За благосостоянием неплательщиков следят даже в соцсетях. Чем он там хвастается в фотографиях? Кто с ним в друзьях? В общем, вся эта информация отрабатывается. И прежде чем прекратить розыскное дело, мы отдел организации розыска у нас все это просматривает и не дает разрешения на окончание розыска. Злостных алименчиков, в отношении которых завели уголовное дело, на сегодняшний день 1244 человека. С долги могут забрать всю машину, квартиру и даже всю зарплату. И даже я сам, будучи судебным приставом, изымал и коров из дойного стада, потому что другого ничего не было. И другие у нас животные были, и там присмыкающиеся, там ценные виды змей. Ну, не часто, но есть. Узнать, являетесь ли вы должником, сегодня очень просто. Стоит только на сайте судебных приставов зайти в раздел «Банк данных исполнительных производств». Имя и фамилия, и вся информация на руках. И если долг все-таки имеется, на этом же сайте его можно сразу погасить. И о должниках и работе судебных приставов поговорим с исполняющим обязанности главного судебного пристава Приморского края Алексеем Петровичем Кузнецовым. Здравствуйте, Алексей Петрович. Добрый день. Алексей Петрович, вот вы вступили в новую должность. Как вы думаете, в самую первую очередь, на что стоит обратить внимание в вашей федеральной службе? Прежде всего, я хотел бы сказать о том, что для нашей службы актуальный вопрос – это открытость для населения, поскольку информированность граждан о их долгах, обязательствах свидетельствует о том, лишь что большинство нашей работы связано именно с этим, поскольку определенная ротация граждан с одного адреса на другой только подтверждает, что многие именно не знают о своих долгах и обязательствах. Мы для этого создали на нашем сайте банк данных исполнительных производств, где любой гражданин путем минимальных манипуляций может посмотреть, является ли он должником, поскольку у нас есть и средства фотофиксации по нарушениям ГИБДД, и граждане просто не знают о своих долгах. Именно зайдя на этот сайт, в этот банк данных можно увидеть о своих долгах, получить и распечатать квитанцию и оплатить без необходимости явиться к судебному приставу исполнителю на прием. То есть вы будете в основном заниматься больше информированием населения, это понятно. Вот скажите, вы на пресс-конференции заявили, что количество исполнительных производств увеличилось. В связи с чем? Прежде всего это с увеличением количества камер фотофиксации органов ГИБДД. То есть большинство долгов все-таки по штрафам ГАИ? Ну это не основной наш работодатель, в кавычках, поскольку эта категория исполнительных производств у нас 30% всего от общего количества. В основном, конечно, это суды, судебные решения, особенно по долгам ЖКХ, кредитным обязательствам, но и иным нарушениям, по которым выносится именно судебное решение. Ну знаете, есть такие специальные форумы, где все-таки, не побоюсь этого слова, взыскатели жалуются периодически на работу судебных приставов. Вот как-то вот внутренней работой, внутренней безопасностью будете уделять внимание? Потому что вот что, вот не возвращают, мне долг не возвращают, плохо работает судебный пристав, допустим, того или иного района. То, что долг не возвращается, не свидетельствует о том, что пристав плохо работает. Скорее всего, здесь связано именно с тем, что возьмем, например, кредитные обязательства. Очень много кредитных учреждений, которые налево-направо раздают кредиты, а потом, пользуясь своим правом, начинают требовать основной долг с процентами. В итоге получается, что выдача кредитов без необеспеченных обязательств приводит к тому, что к моменту вынесения судебного решения уже у должника взять нечего. И по факту пристав, приходя по адресу, видит только голые стены, либо видит отчуждение имущества в пользу третьих лиц, ближайших родственников. А обратную, доказать связь с того, что это было сделано намеренно, довольно тяжело, и это занимает определенные временные затраты. А как часто вот таких примеров? Много ли их? На судебный пристав приходит и нечего? Сплошь и рядом. И основная проблема именно в том, что наши должники являются малообеспеченными. Вот именно это основная причина. А как вы видите вообще, как можно бороться с такой проблемой? Получается, исполнительных производств много, и они зависают все, получается, годами? Прежде всего мы работаем и по межведомственным взаимодействиям с банками, электронное, так называемое электронное списание денежных средств. Мы практически по всем банкам видим остаток денежных средств на счетах. А с вами взаимодействуют все банки, не только там, допустим, основной какой-то? Крупные в основном все. Мелкие банки по различного рода причинам, связанным именно с дороговизной оборудования, несколько уклоняются от этого. Но мы из года в год все больше и больше заключаем соглашение об электронном взаимодействии. Это как один из способов. Второе. Мы настраиваем своих судебных приставов на то, чтобы не только проверять то, что фактически зарегистрировано на должников, но и отслеживаем их ближайших родственников, супругов. И если имеется имущество, принадлежащее супругу, так называемое совместно нажитое имущество, то мы обращаем на долю... А, тоже можно, собственно, забрать. Можно обращать в заискание, однако здесь необходима инициатива самого взыскателя. Потому что правом выделения доли, в общем, совместно нажитое имущество и супругов, обладает только взыскатель. Хорошо. Еще такой вопрос. Насколько мне известно, в службе судебных приставов постоянная текучка именно самих приставов-исполнителей. Вы как-то тоже будете увеличивать, может быть, штат? Как решить эту проблему, что постоянно люди у вас уходят? Это связано с зарплатой, я так понимаю? По всем госучреждениям, госорганам исполнительной власти у нас в этом году 10-процентное сокращение. Это связано с тем, чтобы, во-первых, увеличить финансовое обеспечение сотрудников, поскольку уменьшение количества сотрудников и при том объеме финансирования будет автоматически повышать заработную плату. Кроме этого, мы ожидаем изменения в законодательство. Это связано именно с финансовым обеспечением и статусом судебного пристава-исполнителя. Но на сегодняшний день основная и главная причина текучести кадров это именно неблагополучное, недостаточное финансирование именно деятельности судебного пристава-исполнителя. Ну, то есть маленькие зарплаты, я правильно понимаю? Все правильно. Но сколько? Сколько получается там в средней ситуации? 17-18 тысяч. Ну и редко кто хочет работать больше года, больше двух. Как-то набрал, видимо, опыт и уходят, да? Люди получают определенный стаж государственной службы, опыт работы. А судебный пристав у нас является специалистом в различных областях законодательства. Это и земельное, и семейное, и гражданское законодательство. Все виды. И получается мы для других, и для муниципальных органов, и для других органов исполнительной власти готовим именно тот кадровый резерв, который от нас впоследствии уходит. Именно для предотвращения этой ситуации и руководство, федеральная служба судебного пристава принимает вот эти экстренные меры. Для того, чтобы удержать вот наш костяк наших специалистов. Алексей Петрович, я вот по разговору поняла, что, в принципе, вернуть свои деньги – это дело, ну, личное дело, на самом деле, самого взыскателя. То есть, чем больше он поработает, повзаимодействует, может быть, судебным приставом, сам как-то поразбирается, поузнает, да? А вот, допустим, обратим свой взор к должникам. Вот есть должник, допустим, долг у него, там, 150 тысяч рублей, к примеру. Есть ли у вас такой срок давности, что вот он не платит, но нечем ему платить. Он живет, я не знаю, там, в однокомнатной гостинке. И нечем ему платить, ну, там, причем не в своей гостинке, снимает, к примеру. Что там через два года, все, он уже не должник, к примеру, так как с него ничего не возьмешь. Или через пять лет, допустим, срок давности какой-то. Закон определяет трехлетний срок давности предъявления требований к любому из должников. Если судебное решение состоялось, то срок предъявления, исполнительного документа, предъявления также составляет три года. Но он может прерываться, либо восстанавливаться. Восстанавливается судом, а прерывается именно, если взыскатель предъявил исполнительный документ к исполнению. В течение определенного срока, год, два, если судебный пристав провел все действия и его деятельность оказалась безрезультатной ввиду финансовой невозможности исполнить это судебное решение, то пристав вправе этот исполнительный документ вернуть взыскателю. В течение срока полугодового, который установлен для повторного предъявления, взыскатель также может его предъявить до истечения 6-месячного срока. Только в том случае, если будет установлено изменение финансового положения должника, то можно этот исполнительный документ предъявить повторно. И после возврата без исполнения также трехлетний срок повторного предъявления. То есть от полгода и до трех лет этот исполнительный документ взыскатель вправе предъявить повторно. Это может продолжаться бесконечно. То есть какого-то определенного срока предъявления этого исполнительного документа как такового может и не существовать. А таких вообще производств много? Старых годов у нас достаточно много. Я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас порядка 10 тысяч таких исполнительных документов со сроком исполнения более пяти лет. То есть это люди, с которых никак ничего не возьмешь, все долго. Длительное время пристав не может найти имущество, принадлежащее должнику, для того, чтобы обратить на него взыскание и исполнить это судебное решение. Ну в любом случае, я так понимаю, что должнику когда-то придется выплатить. То есть это будет или запрет выезда за границу, или какие-то все равно штрафные санкции. Вот вообще уголовная ответственность когда наступает для должника? Уголовная ответственность может возникнуть для должника лишь в том случае, если сумма долга свыше полутора миллионов рублей, и эта задолженность является кредиторской. Иной уголовной ответственности нет. Есть и уголовной ответственности на меньшую сумму только в том случае, если будет достоверно доказано о том, что представитель органа самоуправления, либо руководитель какого-либо юридического лица злостно не исполняет и уклоняется от исполнения судебного решения. В этом случае могут быть в отношении указанного должностного лица, но нами будет предприняты меры уголовного воздействия, уголовного преследования, и может быть судом осужден по 315 статье Уголовного кодекса. Благодарю вас, Алексей Петрович, за интересное интервью. Удачи ваши на вашей новой должности. Я напомню, гость моей студии, исполняющий обязанности главного судебного пристава Приморского края, Алексей Петрович Кузнецов. Уважаемые телезрители, не копите долги. Далее статистика. На прошлой неделе в крае произошло 311 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 49 человек. Погибших нет. Пожаров было 135. В огне погибли 7 человек. Пострадали трое. А у меня на этом все. Вы смотрели оперативную съемку на 8 канале. Подборкой материала занималась я, Евгения Клепикова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин